снова приветствую вас дорогие друзья с вами компания базилика я александр и сегодня я рад сообщить что мы закончили этот объект и спешу вам его показать уже обзор санузла мы делали данного объекта смотрите по ссылочке в описании и также в процессе просмотра данного ремонта оценивайте и ставьте в комментариях свою стоимость сколько бы вы оценили данный ремонт и в конце мы разберем сколько что стоило это не буду вас томить погнали итак начнем сначала данная квартира была вторичном жилье то есть была сделана отделка выглядело это вот так из этого конечно мы сделали вот так то есть полностью демонтировали все и не стали даже перегродки так как они были у достаточно хлипкий и требовали демонтажа здесь у входа мы как видим у нас дверь и выступ сразу ванной с туалетом изначально выступ был вот там и туалет был короче и мы его удлинили ради того чтобы разместить здесь рукомойники сделать его более просторным выглядел изначально вот так данное помещение здесь у нас слева кухня справа спальня была то есть она была отделена перегородкой здесь был проем это все дело демонтировали и сделали раздвижную перегородку в данном случае у нас электрическая плита это можно и без перегородки лизовать но для тех у кого газовая плита это решение вы хотите совмещенное помещение можно лизовать вот такую перегородочку раздвижную и у вас может быть газовая плита в данном случае она имеет чисто декоративная и как можно ну можно отделиться допустим если кто-то хочет отдохнуть на диване а здесь кто-то хочет побеседовать это шторка для этого это изначальная планировка после демонтажа мы убрали перегородку между кухней и спальня и угол туалета и так с перепланировкой мы разобрались дальше прежде чем делать обзор кухни и зала начнем с коридора из технических решений как вы любите у входа у нас шкаф почему он такой замысловатый в двух уровнях почему потому что у нас здесь небольшое расстояние было около 30 сантиметров до откоса двери и 2 в принципе уже с коридора некуда сдвигать поэтому у нас такой вот был реализован шкаф здесь у нас небольшие полочки то здесь у нас для хранения какой-то мелочевки закрытые здесь соответственно у нас шкаф то есть как видим его глубина небольшая здесь у нас расположен электрощит на всю автоматика по всей квартире сверху у нас расположены розеточки здесь будет установлен модем вот этот и здесь сожалению полноценные вешалки здесь не получалось так как глубина небольшая здесь сделаны вот такие то есть для вешения параллельно шкафу также и здесь в данной части у нас также полочки и был стояк отопления здесь на счетчик отопления и стояки за этой полкой далее в коридоре как всегда много дверей обратим на них внимание здесь у нас двери халис alican tb с двойной рамочкой также в таком же стиле обязательно подбираем входные двери все двери и нижняя часть стены покрашена у нас по ралу 7047 это серенький цвет далее также в компании где мы заказываем двери в данном случае стальная линия у нас заказываем покраску коробки также по ралу цвет стены и отдельно заказываем вот такие щиты это на мой взгляд очень практичное решение если даже нет у нас наличника когда на случай так у нас слева шкаф реализуется это таким образом обязательно выравниваем откос двери то есть с учетом то что у нас будет накладываться такой щит ни в коем случае не делаем вот эту часть на пену так как это мдф будет какая-то внимание деформации будет трещина поэтому выравниваем откосы и изготавливаем такие щиты и плотненько наклеил и здесь герметизируем то есть у нас 20 миллиметров идет торец окрашенный чуть-чуть он торчит кромочка это обязательно тоже красивенькое примыкание получится не нужно делать заподлицо и у нас защищенная часть откоса все это красиво и аккуратно часть коробки как видим у нас закрыта плинтусом так как там на площадке пол выше соответственно у нас здесь появилось отверстие между коробкой и полом и таким образом можно это дело закрыть здесь у нас молдинг плинтуса обратите внимание как все красивенько здесь смотрится плинтус тоже холис производителя данных дверей то есть у нас наличник 12 миллиметров и плинтус 12 миллиметров и ничего у нас не торчит и красивенько все заподлицо такое решение очень понравилось как бы так это выглядит обычно вот таким образом возле дверей соответственно здесь у нас все заподлицо красиво и аккуратно на потолке в коридоре у нас трековый светильник то есть мы можем направить как нам удобно в данном случае направил на дверь и как видим у нас бьет глаза можем направить на зеркало будет у нас дополнительно освещаться наше ростовое зеркало при входе зеркала обычно заказываются по факту то есть можно заказать фирме где производят зеркала то есть четенько от плинтуса до молнинга и будет красиво все плотненько в данном случае у нас идет от шкафа как видим плотно и цельный кусок зеркала плинтус плинтус очень интересный аналог урок декора есть de baguette производители дам вот есть такой вот плинтус десяточка он полистирольный недорогой но смотрится достойно особенно наружный углы как обратите внимание как все это четенько и красиво смотрится хоть это и полистирол смотрится богато и достойно потолки у нас 250 и плентуса 9 сантиметров не стесняйтесь использовать такие плентуса это лучше смотрится чем 50 метров или двух сантиметровой огрызки он не занижает потолок но смотрится бомбезно смотрю обратите внимание на наружный угол на кухне у нас шикарное обеденное место большой стол 4 посадочных места еще достаточно места чтобы здесь пройти и там пройти кухня у нас однорядная не угловая так как здесь оставить место побольше и достаточно здесь еще рабочая зона еще рабочую зону выиграли за счет того что на сварочная плита двухкомфорочная мало кто использует именно все четыре комфорки данном случае квартира для приезжих клиентов поэтому здесь двухкомфорочная этого достаточно для готовки большая рабочая зона раковина бланка очень хорошая раковина вклеена под столешницу как видим столешница у нас кварцевый агломерат вот с таким рисунком но фартухи у нас сделана венецианская штукатурка в воске так же как и в зале клиент не хотел плитку зале поэтому решили сделать в одном стиле и здесь и здесь обратите внимание на смесителя смеситель бланка и здесь у нас два излива обязательно делайте так не делайте никакие краники для питьевой воды здесь у нас получается два излива то есть обычная вода и питьевая вода на втором кранике устанавливается фильтра и подключается у нас три вывода то здесь у нас питьевая вода для набора или готовки для питья и И здесь у нас обычная. То есть никаких краников, все четко и компактно. Верхние шкафчики без ручек. Здесь у нас захват, то есть они с таким выступом. Здесь у нас они складываются такой вот гармошечкой. Здесь у нас посуда. Здесь место хранения. И здесь у нас вытяжка, также с небольшим местом хранения. Смотрите, как все аккуратно сделано. Труба закрыта таким вот каналом и еще есть место для хранения. Обратите внимание, что здесь сверху трековые светильники. Обязательно обращайте на это внимание, так как если бы они стояли ближе, шкафчики уже бы не открылись. Поэтому обращайте внимание, когда хотите такого варианта освещения. С левой стороны у нас встроенный холодильник. С морозильником. И еще небольшой шкафчик. Также здесь 45-я посудомоечка. Здесь у нас бардак. Духовой шкаф небольшой, то есть это совместно духовой и микроволновый шкаф. Два в одном. Такой вот небольшой. То есть можно быстро разогреть пищу и что-то приготовить. Снизу шуфлядка выдвижная. Здесь у нас карго. И здесь еще вот такое место хранения. Здесь у нас будут ложки и вилки. И здесь какие-то приборы. Обратите внимание, как сформирована закранизная ниша, так как плинтус 9 сантиметров. Монтируется ровный потолок и клеится плинтус одной гранью на потолок. И задняя часть у нас штукатурится, замазывается заподлицо с частью плинтуса и получаем такой монолитный уголок. И за него монтируется в данном случае алюминиевая направляющая и на ней вешаются шторы и тюль. Здесь у нас вход на балкон и красивая фирменная кромочка. Рекомендую делать так. Очень хорошо смотрится, когда у нас откос белый. Здесь отбивается 3 миллиметра полосочка. И это аккуратно и красиво наружный угол. Рекомендую делать так. Далее переходим в гостиную зону отдыха. То есть она сразу напротив у нас кухни. И здесь мы видим огромный диван. Он раскладывается в спальное место дополнительно. Телевизор, кресло, кондиционер. Кондиционер, я думаю, что все бухтеть, что напротив дивана. Но здесь больше нет вариантов, куда его установить корректно. Поэтому с этим здесь придется мириться. Телевизор, тумба навесная. Вот так она выполнена. Интересно. То есть здесь у нас снизу розетка. То есть идет кабель-канал за телевизор. То есть если что-то поставить, можно будет пропустить провода здесь. И вот такая вот навесная часть. Жеткая. Здесь у нас ростовое зеркало. Также, как видим, в зеркале прямо сделаны розетки. И здоровенный шкаф у нас. Как видим, у нас все шкафы сейчас распашные. Отходят опять на задний планер раздвижные двери. Так как уже все прижатые пальцы, прижатые руки и болтающиеся двери уже всем поднадоели. И комфортнее, на мой взгляд, использовать распашные двери. Открыли. Можно полностью весь шкаф открыть. И пользуются всем, а не только частью шкафа. Размещение обычно планируется, исходя из вещей, которые есть у заказчика. И которые планируются здесь. Поэтому какие-то вещи, допустим, для высоких вещей. То есть какие-нибудь доски гладильные, то ли иное. То есть вещи, сумки дорожные. Все. Исходя из этого, нужно планировать компоновку шкафов. Также у нас теплый пол. Так как у нас на полу здесь ламинат. Ламинат Quickstep Castle. Можно его расположить вот такой елочкой. Здесь доски длинные. По три секции. И можно уложить так, чтобы была такая елочка. Здесь теплый пол. Пленочный идет, инфракрасный. Под ламинатом. 8 светильников сдвоенных. Вот таким образом по диагонали расположены. Цвета достаточно для гостиной. Примыкание выполнено без порожка. Вот таким образом. Все красиво и аккуратно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И теперь приступаем к шикарной спальне. Слов нету, как красиво это выглядит. У нас здесь двухспальная кровать с мягким изголовьем. Молдинги выходящие и переходящие на потолок. Так это все выглядит. Здесь у нас прикроватные тумбы и зеркала с фацетом. то есть украшают эту часть стены такие вот у нас бра достаточно яркие лампочки поставили очень хорошо смотрится и думаю что только для каждого будет достаточно освещения также распасно распашной шкаф так как у нас прикроватная тумба там у нас открытые полки с этой стороны кондиционер и открытый радиатор радиатор у нас здесь поменим на чугунный viadrus изначально были стальные обычные был радиатор вот здесь то есть на здесь была выбита и перенесена сюда заложили части и сделали двухстворчатую дверь там у нас рабочий кабинет и в такая рамка и открашена с плинтусом выделена это эта часть здесь у нас комод для одежды и телевизор также теплый пол расположен он вокруг кровати и 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 на балконе у нас балдежная рабочее место балкон максимально утеплен заменены стеклопакеты на тройное стекло также у нас здесь кварц винил с теплым полом здесь у нас расположен регулятор теплого пола достаточно розеток для рабочего места отдельное освещение вместо штор у нас вот такие римские шторки и здоровенный шкаф у заказчика много всяческих вещей кроссовок походных любить путешествовать поэтому ему потребовалось много места для хранения у нас три шкафа во всей квартире здесь еще двумя рабочих местах выдвижные шуфлядочки такие все очень красиво и аккуратно санузел делал подробный обзор уже на канале посмотрели по ссылочке в описании либо в подсказках а сейчас коротко у нас санузел метр семьдесят на метр девяносто расположена метровая столешница со встроенной стиральной машиной накладная раковина раковина сделана таким образом так как у нас здесь не хватает мест для расположения обычной раковины то есть раковина накладная за то что за счет того что раковина накладная у нас вверх раковины находится на метре то есть это предельная высота для комфортного использования если уже выше уже будет не очень хорошо смеситель на столешнице здесь у нас шкаф потолок и в стены то заказное соответственно у нас здесь вот таким образом раздвигается и здесь распашная дверь душевая кабина угловая с раздвижными шторками 90 на 90 обратите внимание она матовая но матовость у него очень хороший то есть она вот виде таких пирамидок соответственно она не пескоструйной хорошо моется то есть она глянцевая но имеет такую форму в виде пирамиды естественно она преломляет свет и у нас ничего не видно но отлично убирается очень отличное решение здесь у нас тропический душ и двухрежимный смеситель на лечку и на тропик также у нас в этом ванне сделан унитаз есть у нас еще туалет сейчас мы до него доберемся здесь у нас полноценный шкаф надо инсталляции обязательно делаем здесь уделяем внимание вот этому узлу обязательно заводим плиточку под шкаф так как у нас фасад имеет толщину дабы здесь не было дырки и там расположен наш канальный вентилятор и сделана вытяжка у нас в торце шкафа но обратили внимание у нас полотенцесушитель низко висит такое решение сначала для меня была спорная но вполне она уместно так как здесь полотенцесушитель несет снизу здесь еще будет расположена сушилка и подымающийся воздух теплый будет сушить белье и в пол и у нас будет свободный полотенчик не так же шикарный туалет у нас расположен слева рукомойник 220 на 350 очень компактный и как раз писался у нас наши габариты еще один унитаз расположены у нас зеркальные дверцы здесь у нас водонагреватель разместился фильтра и еще вывод на вытяжку то есть у нас расположен под потолком и киевское овальное зеркало как видим и бра отдельно у нас расположены один вентилятор и проходные выключатели как ванне так и в туалете спасибо за внимание что досмотрели ролик до конца ставим лайки подписываемся на канал и оставляем комментарии как вам этот ремонт как вам такой стиль и дальше оставлю слайд сколько стоило какая работа сколько материалы и в общем комплексе сколько обошелся данный ремонт от того состояния как мы видели в начале поэтому всем желаем качественного ремонта и пока